ну что то кстати вот адреналин не особо помогает я уже который раз его беру да мне не особо спать охота но я и не вижу какой-то прилив здоровенной силы выносливости если вы находитесь слишком близко или слишком далеко от преслину метка преследно начнет мигать хорошо смотрим сейчас будем спокойно ехать нет все-таки жалко что ошибаюсь да я как-то вот знаете ребят я фуфилу еще тот яша мог бы каждый раз переигрывать там к примеру и чтобы записать правильно этот полный кап с детства какого хера то блять спокойно мужик все хорошо разъезжаемся дтп это я заплачу чеком хорошо а может не заплачу может угоню а кстати у меня номера то номер то нет хрен поймаешь грен ногой шла и ребятки сейчас не время забывать про водительские навыки да ладно а кстати чё у нас такая машина меня же был этот котелак блин хотел сказать нет забыл какая там тачка у нас была классно так смотрим что такое шан там галку иди туда и узнаешь что у ней на уме ладно нажмите вык чтобы спрятаться за дверью так хорошо а типа вот этот браток то нас не запалит может это ее адвокат как бы не надеюсь столь где лежит газета а понял 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 чувак давай 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 открыто достижение тень ого наконец какие-то у меня пошли ачивки нет я не хочу его проучить ты знаешь чего я хочу неразборчиво тогда пускай кто-нибудь другой это делает тебя ведь по-прежнему куча связи правда так позвони кому надо неразборчиво и неразборчиво и я тебе прямо скажу если ты не сделаешь что я я неразборчиво отель уилсон этот сын сын мистер баркшип живет в номере 803 неразборчиво неразборчиво конечно я получила роль да свистеть я не умею да блин я много чего не умею я не умею пердеть как макс вот знаете если вы слышали пердеть я не умею блин но единственный могу ай хорошо тень в ходе этого дела незаметно проследить за подозреваемых ну я полагаю навряд ли да 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 она позвонил похоже марка бешфа большие неприятности номер бешфа у меня есть адрес отель уилсон номер 803 о чёрт давай подай газу если он еще не совсем выжил уму зума то к дому на 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 еще как выжил нормальному человеку не пришлось бы голову заморачиваться или уж тогда бы он сделал все как надо да макея тебе ноги переломает истеки как тебе девочка что за вопрос такие у вас пошли как тебе девочка не продает такая сексуальная конфетка как тебе девочка ты ей видишь сдается мне ее накачали наркотой да без память это сука баурт ее продала это правильно вы сказали но если баурт оказывается кому-то услугу почему ее хотели убить так ну понятно что тоже наверно какие-то фигня там произошло всем машина 10к беспорядки 803 на у меня антенна уилсон седьмая мистерей что 2 на на код 3 включаем сирену и мигалки и биби биби сады по 2 срочный вызов для спецсигналов но видите уже там какие-то разборки пошли пикерсу это педаль до топлю еще адреналинку топ стоп стоп это что за значок место уличного преступления где мы а слава богу я уж испугался на том конце так нормально тогда практически доехали ребятки давайте watch it watch out у нас тут блин знаете ли это так отвалите ублюдки доехали номер бишопа 10 06 дня ам-ам-ам бежим 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 бродки давайте может еще успеем вы из полиции я пытался я пытался их остановить номер 803 из лифта налево черт давай 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 чувак надеюсь у тебя нет болезни замкнутого помещения приехали истеричный свидетель женского пола дубль 3 так хорошо 803 803 802 ах вы крысе полиция сдавайся ах ты мудель че такое у меня же костюмчик отличный а я дерусь как как там драться то я уже забыл ребят как драться мне хоть и валуев атакует идите в жопу как драться а вот вспомнил старую школу это как на велосипеде так взять захват так черту захват по зубам бей так все минус один всегда мы шляпки да мать вашу даже водопарника вырубили но вы видели да смешно потому что правда мы будем по дик расспрашивать что случилось как миссис бишоп вы ранены со мной все в порядке это страшные люди может присядете мэм да да простите я очень волнуюсь я присяду на минуту ой все нормально мы сидите набирайтесь его мы пока что-то осмотримся да спасибо вы только посмотрите какой беспорядок какой беспорядок так а чё они-то на зачем они вот так часики зачем-то уронили в бессердечные ублюдки на что вы с часами то это похоже к делу не относится ну хорошо так стоп а где твоя шляпа черт как мы без шляпы то будем а биковский тоже понял тему так поднимаем шляпки то знаете как как же мы как же мы детективы то как будто знаете чувствуешь себя без рук неполноценным каким-то детективом действительно ребят настоящий детектив всегда в шляпе так смотрим какие-то петарда какая-то какая горсар 3000 думаю это не пригодится блин ну если вот допустим так а это что такое колечко совпадение как совпадение ты можешь кармашек забрать братишка типа ох улик это какая улика зеркало разбито страшные люди так ну мы слышим кстати это вот эти колокольчики музыку спасибо кстати тоже что написали насчет этой темы что можно музыку убавлять сейчас закрываю дверь коты постоянно просятся туда-сюда где к черту они просятся они уже сами умеют открывать вот не поверите спокойно причем знают какую дверь знаете вот так вот как бы сказать мне не могу показать ну в общем они открывают дверь когда на себя дверь они вот вот так как-то лапкой так поддевают и причем оба оба умеют я не знаю как они так как они так научились а когда не на себя вот именно толкать да надо дверь они становятся на задней лапой начинают двумя как-то секунду мне нужно надо посмотреть срочно 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 ладно не буду я просто хотел время посмотреть ничего если что серия получится большой довольно мелочь ни хрена тебе мелочь такой мелочью можно не хил так по башке ударить мои братки так тут ничего нету а вот это что-то интересненькое чек какой-то еще письмецо марк пишет передает лорни холл гуд чек на 20 тысяч что нужно сделать чтобы получить 20 10 тысяч долларов может понятно все что надо сделать хотя нет 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 это еще мало это еще мало видел короче мем 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 там типа уровень проглотимости типа сначала идет что там мобильный телефон потом iphone потом audi потом еще что-то такое интересная штуковина вопрос прикольными так давайте дальше идти так еще деньги вот это интересненько а тут что какие-то сигареты что ли но это точно не для моего ума а деньги вряд ли нам это пригодится так вот эта штука улики мы не все нашли похоже на декорации старого фильма так а о слышите да музыка нет музыка не перестала играть так нетерпимость любовь сильнее ненависти режиссер гриффит великая вавилонская стена стена великая вавилонская стена копия копии то сколько что-то всего улик то а ладно лос диаблус хлам нихрена сих вам поди хорошее такие вы или что там так сковородочка не 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 это конечно подозрительно они выглядят эти это ложкой ложка и вилка деревянный но не так уж так мы не можем прочитать что там телефончик так еще 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 при тем похоже на задний плане русалка серебряный экран твои эти люди мой муж марк и мэрлок хоп гуд они иногда работают вместе это мастерская хоп гуда марон хоп гуд господи кто из них какой жердяй оба грозавчики блин как на подбор так а погодите сзади нельзя ничего посмотреть найти так детально посмотреть нет нельзя трахают маленьких девочек чертовы педофилы тесака на вас не хватает так ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка нет это ни к чему на балконе ничего нет хотя ну ка опа вот эта площадка кусочек вавилона в голливуде так понятно почему именно это он дверь то открыл давайте еще посмотрим нет этого это уже мы здесь какие-то еще улики есть то есть слышите да но какие даже не могу понять так давайте смотреть только эта книга может да смотрите ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка это не то что мы ищем хорошо блин я даже не знаю а чего такое может быть то где еще а во веселый веселые ковбои туда безо геи ковбои гей ковбой походу ты пидорас или педофил ну-ка да ребят все наконец-то мы все осмотрели то есть музыки нету это действительно очень помогает так давайте поговорим с ней я правда уже голос все садится незаконное вторжение начнем с него эти люди кажется они работают на не это почему я должна его знать джун балорд замужем за гаем маккейфи вы знали нам а это потаскуха она целыми днями донимает моего мужа миссис маккейфи утверждает что вчера ваш муж пытался убить ее и подругу похоже самое время рассказать что вам известно мой муж кинопродюсер это как-то связано с его новым фильмом он не посвящает мне в самые свои дела и сразу знаете какая улыбка эх чёрт не обмени типа не расскажу и так далее ухмылочка появилась допустим ложь вы выгораживаете мужа вам известно какое наказание полагается за меня уже оскорбили били а теперь еще и обвиняют во лжи так а вот это чё за чек человек на 20 тысяч долларов выписанным марком бишопом на имя лорны хопгуд 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 это лорна хопгуд да а нет это глория бишоп чёрт мой муж кинопродюсер это как-то связано с его новым фильмом он не посвящает меня в свои дела блин ну чёрт тут вообще может все через жопу быть седло есть веселый ковбой что почему почему русский дубляж всегда как-то вот знаете как-то интересно все выгораживает вот всю цензуру смотрите тут ни одного матного слова хотя нет погодите сука вроде 1 сука да это это не матерное же слово короче ни одного матерного слова и непонятно это чё такое где март перемат где он типа русские не любят мат да вы чё издеваетесь тут просто должно быть мат на мать и так меня уже оскорбили билет теперь еще обвинять во лжи бы в гараже для музык тогда домой мушкина продюсер как связано что и известно хер поймешь мы можем сказать что нижнее белье порванные трусики да ну блять да тут все можно доказательство насилия мы можем пихнуть чек на 20 тысяч лорный хопгуд там написано лорна или кто джун бауэр на гай макеф что вчера ваш муж пытался убить и и ее и подруга жена так давайте не ошибается только ничего не делать давайте интуицию применим но я не могу ребят я я бы выбрал сомнения ну-ка ладно брать ответ блять какой убрать ответ сука какой убрать ответ надо было блять я и так знал что сомнение или вошла на сомнение по словам джун бауэрт она договорилась о том что ей дадут роль марк уже несколько раз сказал ей нет он так он заработал на этот фильм джун всячески нам угрожала но она была очень грубо со мной вы знаете джун бауэрт несколько лет назад мы вместе снимались в одном фильме тогда уже я и познакомился с будущим мужем это пиздец ребята это полный пиздец все не так пошло как я хотел все не так как по массу местнохождение бишпа так сто процентов она как то мы где сейчас ваш муж сказал что поехал на съемки это все что я знаю частое моргание чтобы это означало посмотрите как она моргает она нет есть такие люди я знаю что знаете вот прям 1 1 1 1 1 1 моргает 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 но это же никак ложь уже эти глория он понимает что ему нужно убраться из города и вы его покрываете я устала вы уже не знаете что еще придумать давайте смотри сказал что поехал уже вы его покрываете блять ну как бы вам сказать ну слишком маленький вот не словарный запас а вот как сказать смотрите я к примеру выразить чек на 20 тысяч долларов да она вот если бы она сказала типа мой муж ничего не совершал там и так далее у вас нет доказательств и мы можем это встучить чек на 20 тысяч и там так такое гоняет но и вот как я просто не понимаю копия фотографии магазина вам давайте сомнения я неправильно конечно вы знаете что происходит с нечестным обманом день закрывайте вот видите я вот мог про трусы сказать может быть почему вы живете голливуде детектив такому симпатичному молодому человеку стоит попытаться чать чай в кино вы никогда об этом не думали но я не думаю тогда вы единственный кто об этом не думал ну я уже расстроен сегодня вот видите все плохо все плохо идет новая задача выяснить вот это мы просрали да если я говорил ну чёрт чек на 20 тысяч долларов ладно так все собери сигарёк давай 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 я должен сейчас идет вопрос про чек на 20 тысяч долларов мы нашли так почему ваш муж заплатил 20 тысяч лорни хопгуд лорни бывшей жене марвона это точно опять и опять это говно но мы нашли мысль ну как она вот не знал если вы уже диме из бишопа это платы вам прекрасно известно кто ее получилось за что серьезно собираетесь это доказать детектив вот чек на 20 тысяч долларов и что вот я при ну давайте похоже вашего мужа шантажирует и раз он пошел на убийство шантажирует неспроста почему деньги предназначены хопгуд а не макфиффи лорна работает в одной колливудской конторе где обналичивают чеки надо спросить хопгуда зачем ему столько наличных шантаж ну как вот вот как мы просрали это местонахождение вчера ваш муж был на пробах с юной девушкой я об этом ничего не знаю он сказал что ищет места для съемок роли уже были распределены вот как вам ребят объяснить вот вот конечно эмоции у нас просто зашкаливают понятно понятно вот как-то она так смотрит я понимаю что это сомнение или ложь но у меня просто вот час мозг реально загруженный как вот как вам объяснить ну эмоции ладно понятно что здесь не истина но вот поэтому вопрос но смотрите вот как вот в реальной жизни к примеру к примеру возьмем да вчера ваш муж был на пробах с юной девушкой да она говорит я об этом ничего не знаю он сказал что и ищет места для съемок роли уже были распределены то есть возможно действительно так есть так и есть вот муж мог сказать типа да вот что-то места для съемок я еще на самом деле он поехал там маленькую девчонку ну пялить вот но он естественно не не мог ей сказать это как-то ну сами вот логически подумайте черт возьми да васька блин чертов код меня и так тут полная жопа еще ты да не не побежала мы не ребят я вот реально просто загружен вот вот чуется что сейчас дела действительно какие-то стали вот такие вот хреновый я об этом ничего не знаю он сказал что ищет роль уже распределены и знаете вот самая суть самая вот задница в этой игре значит вам прекрасно известно что произошло вчера вы сами через это прошли так мисс миша я звоню адвокату как вам только наглости хватило обвинить меня в таком и и смотрите в чем прикол самая вот самая жопа в этой игре что мы можем сказать а вот нижнее белье мы нашли вот джетики хамильтон и она скажет типа ой 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 блин вот знаете надавить надавить мы можем на человека но как вот иногда это канает а иногда нет вот чем прикол и я вот сейчас просто не понимаю я слава богу я могу здесь отличить ложь от допустим истины то есть только это ну ложь сомнение или все-таки истина то есть слава богу здесь истины ну видно что не истина что она мотает голову хотя вот была та старая сучка тоже смотрела вроде как глаза нет вранье в общем так давайте как в общем действительно сложно давайте продолжим понятно вот и еще вот доказательств тут всякая жопа просто всякая жопа я просто не знаю если вот про чек мы там эту сраную блин повторение повторение да ее слов могли спокойно всучить то здесь хрен поймешь фото фотографии декорации нет копия декорации для фильмов из фотографии нет это понятное дело что нет шантаж вот шантаж можем сказать в общем я звонил адвокат ладно давайте сомнение извините я решим сомнение джессика запомнила что перед складом бутафорий стояла русалка так что давайте признавайтесь это очень порочный город детектив вы уверен что хотите знать правду она состоит в том что мой муж любит молоденьких и по-вашему это нормально с мужем я познакомилась 16 я считала гением кинематографа и только двадцатим годам поняла что он снимает зарядные второсорные второсорные фильмы но по сравнению с другими здешними монстрами он безадобен держи пари балард принесла свою маленькую подружку в жертву такое часто учатся с юными девицами ваш муж попал в беду возможно вам удастся помочь ему сотрудничать с нами мисс бишп он уже взрослый мальчик детектив и вы тоже это голливуд здесь постоянно совершают сделки загибал котик туда сюда туда сюда ходим мы ты когда же это закончится блять я не понимаю кот всегда мне постоянно мешает черт я не понимаю чё на жопе не сидится ладно ребят извиняюсь за все это за я вообще за все извиняюсь за то что фуфелю так ну это реально сложно вот честное слово но не могу я быть там я же черт возьми детектив да я и не психолог а тут блин хрен поймешь вот честное слово ладно сейчас мезнахождение мне кажется мы как-нибудь узнаем не боитесь фелпс 1247 чем я могу побольше детектив я уже заранее знаю мне нужен адрес склада бутафории компании минутку серебряный экран это на углу 3 фиро стрит спасибо вот видите все хорошо да мы могли как-то у нее узнать по любасу там те же самые трусы впарить но блин это все черт хрен поймешь хотя с одной стороны ребят это очень круто это очень круто реально потому что если легко бы было не интересно было бы даже практически сливки общества и судя по тому что они нам наговорили никто из них не умеет играть так вот погодите там газетка может сможем почитать хоть полюбасу газета там ну-ка 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 что это за газета ага сюда нельзя блин он полюбасу какие газеты уже просрали то есть толку их собирать то незачем наверное хотя ну-ка секунду да куда нет нет фелпс нет 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 мы доброта не пойдем все уходим отсюда вот тут задница есть реально в этом так сохранение давай сюда беги браток так компания серебряный кран ты знаешь куда мы едем ты знаешь куда мы едем вопрос миссис бишоп знает больше похоже она не понимает во что вляпал усе ее муж нет их проблемы с законом это можно сказать с детские игрушки видимо когда громилу перевернули дом вертнем она не понимает намек а может она просто ему верна или сама в этом замешана она не похожа на этих ликомысленно дамочек который один ветер в голове а может про просто выиграть время чтобы бишопа успел удрать за океан очень возможно черт ну ладно все равно круто круто что вот здесь какие-то непонятки это заставляет действительно задуматься шевелить мозгами выбирать рандом это круто на самом деле компания серебряный экран десять часов дня 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 так идемте вот русалочка так миша миша походу фелпс вековский полиция лос-анджелеса расследуем строительство покушения на джун бауэрт и джессику хамильтон боже мой я барон хобку чем могу помочь здесь вы проводите пробы а вы откуда знаешь у меня здесь небольшой павильон звукозаписи видите давайте вроде ничего подозрительного нет пока музыка не играет как вы слышите так павильон звукозаписи сейчас какую-нибудь подсобку нас приведет а там поди ка это орги и совершаются да ублюдок ну-ка признавайся ко мне так наконец-то вот уже подсобочка стефан побудь с ним здесь а я пока осмотрюсь а я то здесь причем балда не испытывай мое терпение так давайте смотреть возможно орги проходит ой вот ведь уже головешка какая-то знакомая но понятно все чучело это срано чё это не относится к делу типа чувак да мы такое же видели блин нет видимо не относится или можно как-то повертеть нет так распивали они тут что-то еще одна макака с красной какой так 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 ближе к делу блин опять эти сраные головы везде они да видно что они тут причастны хотя это не бишоп где же он где же наш браток то еще один орунгу танк выключи свет хоп гуд это еще зачем сделай ему приятно одностороннее зеркало за ними находится комната охренеть походу дрочильня какая-то так так придумай как пропурица пока потолку с нашим извращенцем в общем вот видите как я и говорил здесь поди-ка чё-нибудь совершалось да а вот там камера чертова раз-раз-раз записывали все вот оно что ну-ка 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 что там за кассетки нет нельзя посмотреть так сюда нам это не может быть входом фэлпс туда и крыс не пролезет так в сортире тут еще и за сортиром следить какие грязные извращенцы стоп погодите а как же слушайте это интересно вот вот это круто реально потайная комната как же как может это надо знаете сесть на толчок спустить господи видимо не спускали воду-то мочи-то сколько спустить раз и попадешь в комнату нет блин как попасть-то так зеркальце зеркальце скажу и кто а это даже не зеркало что там это нам не поможет блин чуваки я не знаю даже как как нам в эту странную комнату проникнуть вот чертов толчок да это действительно круто но я не понимаю так пульбасу там где-то должен быть вход но ну-ка нет за эти нельзя зайти так сейчас еще сейчас погодите разберемся двери значит закрыть я не могу обратно бля как же как же туда попасть-то плюбасу что это должно быть здесь так я даже нажимаю мышку ничего не происходит так нет ничего ну-ка погодите а если поговорить с ним думаю вам надо искать бишопа да это понятно ну-ка погодите 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 давайте-ка это мы можем уйти отсюда так ах вы ублюдки все понятно ну да понятненько все так а это что у нас такое ну ка ну ка ну ка ну ка так бутылка подозрительная нет неподозрительная комната со скрытой камерой понятно чем тут занимались дрочильня но как я говорил интересно сколько старлеток все равно поехали бы глядут если бы увидели это черт возьми так ладно это я понял я понял понял значит скрытая комната тут еще одна понятно чтобы блять даже это офигеть так бишоп поди ка еще снимали ну да понятно все бишоп пикчерс название барабаны джунглей кому маркову бишоп адрес угол 8 франциска стрит барабаны джунглей угол 8 франциска кому марку бишопу так адрес вроде как мы знаем да теперь так это что такое а джессика хамильтон охренеть марк бишоп джессика хамильтон понятно чем они тут занимались так что стало записью про проб хамильтон пустой контейнер для пленки так пленки здесь нет это по моему ни к чему тут да 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 так ну и все ребят я даже не знаю чё давайте с этим поговорим теперь братком они его еще можно посмотреть так погнали да не чисто тут головы опять как всегда так сейчас поговорим с этим братишкой так поговорить что скажешь я не могу поговорить почему ты с ним а вот так давайте ну возможно кстати улика какая-то не найден потому что слышите да звук еще есть простит но я правда очень занят подготовкой нового фильма блин а что же что же здесь еще то может быть пульбасу в той секретной комнате а ну ка 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 ну ой бля так понятненько еще новая хрень так погоди бы где 1 4 фунта хлорогидрата в таблетках при передозировке отруманите изнасиловать 15 летнюю девочку на что это за люди такие это не все ребят это не все все равно играет музыка раз это мы пропустили значит еще что то будет так смотрим камера свет мотор давайте вернемся еще раз ну ка нет тут нельзя ничего не смотреть просто музыка неспроста так играет сто процентов здесь еще что-нибудь есть ну ка давайте вернемся ка а понятно ну понятно понятно какие-то странные бочки так может здесь что то есть ага опа опа так вот откуда это взялось форма для высушенных голов тщательно как тщательно то посмотреть еще раз так новые улики но это о газету мы нашли наконец-то еб твою дивизию так давайте полиция борется с напоевом наркотиков из-за военных медицинских запасов давайте посмотрим я перезвоню у меня тут кое-какие дела садись корни это микки микки это корни шелдон что будете пить миски чистый с высшим ты вернулся к изучению медицины так и есть мистер койл значит хочешь быть врачом и торговцев наркотиками одновременно любопытное сочетание у нас у нас проблемы мистер можно и так сказать продавать твою дурь малышу лене ты конечно умно но он то покупал ее так сказать оптом местные наркоманы не привыкли получать дозу беспосредника который тоже берет свою дулю лене обещал что такого не будет мистер коэл а лене не работает на вас что я могу сказать о лене дай-ка подумать ах да он болван а еще он ленивый жадный ибр от моей жены и что можно сварганить с таких ингредиентов но я то здесь при чем мистер коэл как тебе сказать приятель если мы хотим чтобы все и дальше работало чтобы рекомендовать нужно вынуть дурь из этих малюсеньких шприцов да точно шприцов и поместить большую цистерну чтобы можно было потом немножечко разбавлять не стану утомлять вас химическими формулами скажу только что это не сработает вы только убьете еще больше людей ладно слушай приятель мы хотим все у тебя выкупить предполагаю 50 штук или сколько там эй тебе что сумма не устраивает так дружище шелдон думаю надо его убрать смотрите как интересно то есть то есть он распространяет наркотики но это за потом задумывается типа ой блин зачем я же я делаю больше людей же погибнет какой-то мудель по моему если начинаешь быть плохим и потом одумываешься блин это глупо все так черт чёртова статуэтки нах так слушайте ну-ка музыка то нет а музыки то нет все ребят нашли мы с вами все вроде как да музыка пропала замечательно так давайте с ним поговорим местонахождение бишопа так вот это сейчас очень очень важный вопрос ребят бишопы ищут люди маккейфи но мы должны их опередить не знаешь где он прячется если он и вправду пытался убить жену маккейфи я бы советовал ему уехать из города так по сути он правильно говорит все дружище шелдон микки ковен микки ковен кортни шелдон бишопы ищут люди маккейфи мы не знаешь где он прячется если он и правду пытается убить я бы советую у него по сути он правду и говорит истина ну как ну посмотрите он он прям смотрит нам точно в глаза истина ты заставляешь бутафорию в барабан джуглей на восьмой стрит бишоп использует эти старые жалкие остатки декорации место опасное зато там можно спрятаться так ладно вот это уже хорошо связь с бишопом вы когда-нибудь работали с марком бишопом я в основном работаю со студиями эркори паблик уорнер бразерс так вот когда бишоп работает с одной студии да я имею с ним дело когда вы видели его в последний раз я работаю над его новой картиной правда пока идет только подготовка к съемкам я его уже какое-то время здесь не видел и какое время какое время то какое вчера давай признавайте ублюдок бишоп был здесь и вы прекрасно знаете что он делал и что он здесь оставил вы заявляете сюда без ордера и начинаете давить на меня своим авторитетом ну у нас ой сколько у нас доказательств это же капец и что я ему я ему знаете могу вот хлорогидрат к примеру формулы хлоральгидрата совпадение совпадения потому что на место преступления это есть мы можем спокойно потом что мы можем еще сказать пустой контейнер марк бишоп джессика хаммингтон пустой то есть это вчера было местнохождение бишопа катушка с фильмом барабан джунгли ну это ни к чему шантаж это не то фото бишопа копия декораций 20 тысяч доказательство насилия это ни к чему вот высушенная голова из гипса черт ну а даже как раз была ну блин как мне доказать письмо матери ой блин нижнее белье шеврали так во первых мы можем так 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 катушка пленки ему сказать да пустой контейнер для для пленки а когда вот он снимал или все таки сомнения ну давайте какой то не ошибается тот кто ничего не делает это действительно сложно ребят вот я не знаю неужели так все легко вот как сомнения думаете а когда вы видели его в последний раз вот вопрос вот вопрос а вы когда нибудь работали с макбишопом макбишопом когда вы то есть это уже второй вопрос пошел когда вы видели его в последний раз и вот он говорит я работаю на 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 я уже какой то здесь не видел что он делал что он здесь оставил но как это докажет что это вчера возможно он не вчера изнасиловал понимаете ее ту девочку да правда не трусы то вчера были порваны вроде как я работаю над его новый картин ладно давайте знаю возможно что сомнения но я хочу все таки ложь ложь применить и давайте давайте катушка пленки пустой контейнер плевать у нас 15-летняя девочка которую начкачали наркотиками губку да на 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 хлорогигит так что ли ты даешь показания или я тебе сломаю челюсть бишоп был здесь джун баллард и да 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 многие продюсеры и режиссеры бывают здесь я не отвечаю за то что здесь происходит на 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 да отлично мы мы правильно вот все таки вот видите как а все это через задницу отношение с баллард так баллард что у тебя общего с джун баллард послушай приятель я изготавливаю реквизит и редко встречаюсь с актерами разве какой-нибудь наш комсумер делает какой-нибудь мяч например бля вот это круто вот это круто то есть вопрос был такой что у тебя общего с джун баллард а я хз вот стоп хоп гуд так хоп гуд хоп гуд хоп гуд так давайте сначала у нас ложь будет припугнем его так вот почему он сломался вы с баллард его шантажировали вас ничего на меня нет я чист так погоди чист говоришь да а как же у нас чек на 20 тысяч долларов выписано марком бишопом на имя лорны хоп гуд но у нас же причем тут лорна хоп гуд если джун баллард шантаж доказательства того что марк бишоп платил деньги чтобы скрыть свои скандальные похождения бля у нас есть джун и а и и и и и и и и куда мне кажется либо и джун и и и и и и джун того что марк биша платил деньги чтобы скрыть свои скандальные похождения сути я могу название улики шантаж доказать чек могу дать он давайте шантаж да это неправильно меня уже достали и вы ваше обвинение так пока это все хоббут ты поедешь с нами фэлпс рой эрл отдел нравов погоди-ка это явно наше дело вы что наезжали на моего осведомителя оба твой осведомитель да фэлпс и при том очень важный ты только взгляни на него и чем-то огорчил господ полицейских мараун значит мы должны просто обо всем забыть да если не хотите конечно себе навредить насколько я понимаю вам надо поймать продюсер ранжера дневных супруг детектив я обо всем сообщу капитану давай приятель ты нас всех очень впечатлил проехали коу пойдем отсюда что вот так вот просто и все детективы джонни голдберг ты работаешь на микки точно вы случайно не знаете что сегодня избил миссис бишоп кто точнее нет нет это не мы мы такими вещами не занимаемся нам нужен муженек мы ведем расследование парни вы же не хотите попасть за решетку запротивления можете обвинить нас в предать нас в препятствии следствию но это не прокатит мы будем все джентльмены я вас больше не знаю держа вы бишоп знает как жить такое часто бывает но бишоп зашел слишком далеко и попытался убрать миссис маккейфи естественно гай не в восторге от этого почему вы думаете что бишоп придет сюда мы думаем что он и для хабгурда готовит небольшую аварию в этих двоих какой-то вообще не завершенные дела скажите если найдете бишопа гей маккейфи очень щедрый человек джентльмены предупреждаю последний раз не лезьте в это дело это полицейское расследование мы собираемся арестовать марка бишопа он по крайней мере вежливый тупой но вежливый а я с тобой пожестче могу обойтись тупой сукин сын давайте-ка я скажу самым простым словом чтобы даже до двух дебилов дошло единственная причина почему ты еще не за решеткой это потому что ты мелкая сошка а мы на мелочевку не размениваемся держись подальше от бишопа и от меня не понял придурок теперь бегите назад к своему боссу как послушные мальчики бля ну это капец а что с такой-то сопли мать вашу ни хрена себе охренеть вы посмотрите да вы ублюдки чертовы стреляй браток стреляй фэпс нужно подъехать поближе ни хрена у него что там томмиган что ли мне показалось айти вправу томмиган так погодите 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 они не томмиган томпсон нормально тогда немножко полегче я не знаю зачем он его высовывает думает типа мы испугаемся но нет хрен тебе а так они выходят мы же можем их полицейские дают клятву защищать людей да блин я как бы защищаю их чувак ты шляпу где-то обронил светофор раздавил бедный несчастный светофор бедный столбик чё-то выхрену бьешь да получай откатались ребята давай сэлп сгони на съемочную площадку боже мой а еще говорили работа умеешь же ты выводить людей из себя слушай если не так запросто готовы стрелять в копов средь бела дня бы кефир нашли лучше не на шутку похоже бишь бы хотят прикончить да 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 если хочешь знать моё мнение да пусть они до него доберутся надоело мне рисковать жизнью защищая всяких там растителей малолетних к сожалению это наша работа они не имеют права устраивать самосуд чувак ну чё ж ты слишком честный коп мне кажется это добра не доведет вот вы сами увидите это так а куда мы едем так а вот декорации фильма барабаны джингли продюсер марк бишоп давай чувак веди за рулем будешь ты так декорации фильма барабаны джунглей 5 30 вечера кстати заметьте бековский до сих пор без шлямы вот он гаденыш нет проклятие он уходит найден достопримечательность декорации фильма так за ним фэпс я перекрою выход черт ты лучше бы мне помог награда один балл интуиции ох замечательно пересечивание восьмой в центре заброшенной съемочной площадкой мой напарник председает подозреваемый пешком код 3 включить спецсигналы хрена что догонишь смотрите какой малый то шустрый блин я думал он толстячок посмотрите быстрее наш нас бежит да хрена что догонишь да чёрт давай давай фэлпс ну неужели ты не можешь его догнать как же я ненавижу за ними гнаться блин давай давай чёрт он сейчас где он где он ах ты нихрена себе что за что за херня бля ты чего смотрите он стоит на почему делать как здесь он уже уже далеко он уже ушел от нас а мы ёптвою мать это ужасно так где он где он а он уже забрался на лестницу так давайте он вроде как нас ждет да нет ни хрена он нас не ждет ладно ничего мне кажется все равно догоним его он видите где братишка все разваливается что за джам шуты здесь потрудились давай 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 беги 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 скотина все равно догоним возьми тут опасно тихо 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 роки вверх бишоп один шаг и ты труп да мы его догнали слава богу марк бишоп вы арестован за покушение на джун бауэр а также за износил у нее покушение на джессику хамильтон все хватит я буду вести себя тихо только не убиваете раз меня нашли значит играми у майка финн найдут нужно убираться отсюда ну ладно ну не уходи далеко одно неверное движение я избавляю от хлопот на идите за мной я знаю еще один выход черт возьми блин это все очень плохо так вывести бишопа живым боже мой детектив они хотят меня убить теперь он на нас шить и по стороне готов браток сюда погодите у него там какая-то винтовка была ну-ка давайте-ка возьмем грант походу да как м1 грант называется винтовка напоминает стреляйте по бочкам чтобы разрушить стену хорошо хорош совет отсюда нет выхода кажется вы сказали что знаете куда и придется прыгать ой блин я лучше вот это возьму ай нет не разогнались хорошо сейчас разгонюсь где-то шлепу прострал она там вот было давай же нам сюда не можем эту шляпу взять нет как раз кстати было бы тихо где-то браток прячется слегка черт как ни хрена себе томпсон то берет вообще да ладно сюда что прыгать и куда там так все патроны у нас закончились бум видите статую там лестница вниз придется мне это взять пока что на время так статой вниз а вот лестница ты давай за мной ублюдок если не пойдешь я вот поймите запомните мое слово сто процентов он нас а а он уже там он уже ждет давай вот сюда я прикрою кавалерия уже на месте давайте 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 блин что нибудь плохое это точно случится либо нашего напарника прибьют либо этого толстячка либо че нибудь так так где здесь ухты ну да разрушение здесь не очень физика тоже слабовато но здесь самое главное анимация лиц так за мной сейчас бегу вот уже там где-то братки черт патроны 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 и конечно сбежал где он там готов правда не не в голову попал так все готов блин как же тут все сложно но вот это намного кстати прикольней смотрите мы уже выполняем это больше часа это дело доведи его до машины эти оттуда прикрою блин так-то наши вроде как мой блин пути-ти-ти-ти трельба-то братишек расстреливаем чертовы гангстеры через машину как-то хреново стрелять ну где ты там прячешься ублюдок вот и он черт получает эм живот да ребят мы справились этой работой правда как то вот это я понимаю поработали это дерьмовый кинопродюсер сыршка биша подпроется в сан квитин за снасиловал несовершеннолетние покушение на убийство и ближайшие пятнадцать лет ему самому предстоит выступать в роли вот это я называю правосудие с большой буквы детектив Фелкс заработал такую репутацию что получает повышение давай принимай новое назначение было приятно работать с тобой сынок черт возьми вот это круто ребят ну действительно мы заслужили ах заслужили повышение черт вот как же вот этот парень мне бесит а эта крыса ищет а видно что самый продажный здесь Фелкс Бековский это ваша работа я могу помочь детектив простите Кэп я вас не заметил да я так и понял это дело транспортной полиции а чего хотел так я хотел угостить выпивкой двух бравых копов из транспортного отдела которые надрали задницу личной гвардии Гая Макюффи вы же не возражаете капитан нет давай вперед садитесь в машину я угощаю да все как то это смутно короче мы в полной заднице возможно нас кстати могут шлепнуть так вам здесь понравится тут это как тебе джаз коу любимая музыка наркоманов в общем ничего биг бэнды и свинг это я еще понимаю но бип-поп как под это вообще можно танцевать это фелпс лирой будь с ним повежливый вам здесь понравится здесь умеют угодить вам столь крой а ты думаешь мы пришли как дураки постоять за барной стойкой тогда я скажу да 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 не делай вид что сильно мне рад альфонсо а то я подумаю что да 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 колвайт альфонсо настоящий негр из африки говорит по-французски прикинь из конца рад познакомиться эльза поет сегодня да следующий выход ее поем колу пока нам здесь накрывают я да 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 познакомлю она тебе понравится может быть не сегодня рой она чем-то очень расстроена убери руки и никогда не смей указывать на что меня следует а что нет альфонсо у тебя прекрасное заведение так что не портите все впечатления прошу за мной идти и вы вот это зверь он был моим единственным настоящим другом карман мы столько пережили вместе понимаете что ну конечно дурака нет вы не понимаете вы же говорили про работу это был несчастный случай на производстве эльс эльза в чем же я виноват эльза сейчас твой выход луис ради бога он был моим лучшим другом единственный мужчина который любил меня а не лез ко мне под юбку привет эльза хочу у тебя кое с кем познакомить коу фелпс герой войны и гроза всех преступников думаешь я захочу знакомиться с очередным фашистом из полиции прости фелпс ну и вечерок сначала негр лапы тянет теперь это еще думай с кем разговариваешь немецкая шлюха помни свое место наркоманка слышишь меня добрый вечер док как дела неплохо луис помоги мне придется кое что дать ей перед выступлением не обращай внимания коу все эти певички любят выпендриваться знакомьтесь доктор харван фон тейн работает со звездами дежурная лечащая врач всех голливудских психов сначала негр тянет да как это начало выпить ребята ну в чем то он забавный вот этот парень но к сожалению вот видите он правильные вопросы 10 из 15 ой блин урона сколько мы нанесли твою дивизию повышение отдел по раскрытию та 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 бишоп признал свою вину но что подтолкнуло его к этому шагу в деталях известно только хопгороду и он мог сообщить вам об этом ну черт возьми дело закрыто хорошо то есть мы даже блин плохо мы как-то его закрыли еще одну какую-то улику пропустили черт возьми ну этот парень конечно прикольный вот который новый то мы познакомились но вот все таки видно что он продажный мне это очень не нравится я сначала думал он нас повезет чтобы не знаю как это проучить что ли или сказать типа не лезь в свое дело ублюдок ну потому что видно что то вот в этом парне то не так ну ладно это мы узнаем в следующей серии посмотрим а пока что на этом все дорогие друзья я блин я рад что такая даже серия большая получилась хотя некоторые пишут что делай серии по 30 минут ну типа знаете интернет слабый ребят на дворе 21 век какой слабый интернет где у вас что там модемы до сих пор стоят пиу 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 знаете такой звук издавали это раньше а черт что за дела ну в общем с вами был злел большое спасибо за просмотр дорогие друзья до скорой встречи бай-бай